Мы уже рассказывали о том, как у клиентов Сбербанка с карт исчезали немаленькие суммы денег. Причем воры не щадили не только простых смертных, но даже и депутатов. С одной стороны, банк вроде бы проявил расторопность и вернул деньги народному избраннику. Но не значит ли, что этот жест доброй воли оказался только показной акцией? В октябре уходящего года Виталию Шапрану это доверие обошлось недешево. В один прекрасный момент у берского депутата со счета Сбербанка испарился весь семейный бюджет. У меня накануне вечером, когда я был в Берске, в Новосибирске в одном из салонов магазинов МТС сменили карту, на которой впоследствии преступники получили пароли для доступа в Сбербанк онлайн и сняли все деньги. 480 тысяч плюс 1 тысяча за перевод денег. Для удобства клиентов во многих российских банках работает система дистанционного доступа к счетам при помощи интернета или смс-сообщения. Оказалось, что такая услуга очень удобна и злоумышленникам. При получении дубликата сим-карты перед ними открываются безграничные возможности для манипуляций с вашими деньгами. А найти концы потом не так уж и просто. Ну я сразу же, во-первых, написал вот это же заявление Сбербанка, на которое на следующий день буквально получил уже письменный ответ, что сами во всем виноваты и возможности вернуть вам деньги нет. Не поторопились помочь нашему герою и люди в погонах, чья служба не только опасна и трудна, но и порой как будто и вовсе не видна. На мой взгляд, она вообще ничего не делает. Простите, но... То есть ровно месяц ничего не делать вообще для того, чтобы даже выяснить, так сказать, кто там менял эти сим-карты. Но ответ у меня есть официальный, что сейчас уголовное дело возбуждено. Но судя по тому, как мне позвонил майор, который занимается этим делом, когда сказал, что я могу вам скан выслать нужного документа, он сказал, что у нас нет компьютера, чтобы ваш скан принять. То есть преступление в сфере информационных технологий расследуют те люди, у которых нет даже компьютера. В МТС прокомментировать набирающий оборот и скандал почему-то не смогли. Так что осталась загадка, каким же образом махинаторы спокойно получили дубликат сим-карты Виталия Шапрана без его ведома. И в своем горе депутат не одинок. Например, у Максима Ерофеенко тем же самым способом не только ввели деньги с обычного расчетного счета, но и вогнали его в кредитную кабалу. История началась с того, что 7 мая у меня была недоступна сеть. На следующий день зашел в Сбербанк онлайн систему и обнаружил, что с моих счетов списались все деньги. В тот день, когда у меня не работала сим-карта, была восстановлена сим-карта другим лицом, неизвестным мне. В полиции как будто специально развлекаются с людьми одним из оширенным способов. С центрального района меня отправили в Кировский район. С Кировского района меня отправили в Калининский район. В Калининский район отправили в Кировском. В Кировском сказали, что будет отказной материал, так как нет состава преступления почему-то. Сбербанки же тогда обещали, что своих клиентов они не бросят и чем смогут, помогут. Сбербанк восстанавливает им утраченные денежные средства. То есть это по всем лицам, потому что они только... Да, в каждом случае решение принимается индивидуально, там местом правоохранительного академии. После поднявшейся шумихи в СМИ финансовый гигант действительно в полном объеме возместил украденные деньги депутату Шапрану. Мне, честно говоря, немножко неудобно. Получается, я, что называется, вырвал у Сбербанка из горла деньги свои и помог еще депутату Ляхову. А другие, получается, беззащитные. У меня такое ощущение, что это просто, чтобы отвязаться от депутатов. Однако второму нашему герою, кроме очередного отказного письма, из крупнейшего банка страны так ничего и не поступило. Ну, я считаю, что Сбербанк выступил по казну. Депутатам возвращают, простым людям не возвращаются. Много таких случаев, когда у людей с счетов Сбербанка уходят деньги и безвозвратно. Сбербанк практически всем отвечает отказом. Если вы все же стали жертвой интернет-воров, не заламывайте руки, а реагируйте как можно оперативнее, чтобы повысить ваши шансы вернуть свои кровные. Если клиент сделал все в соответствии с федеральным законом о установленной платежной системе и с требованиями договора, заключенного между банком и клиентом, клиент вправе требовать с банка восстановления денежных средств, поскольку здесь налицо факт мошенничества, то есть завладение денежными средствами, которые находятся на карте по вине третьих лиц, то есть мошенников. Если этот факт установлен, банк не имеет права отказать клиенту. Закон законов, а в итоге получилось так, что свои сбережения вернули обратно только депутаты. Акт возврата украденных денег послужил Сбербанку хорошей рекламой. Однако такое отношение вкупе с подмоченной репутацией всего банковского сектора после последних событий на валютном рынке вряд ли вернет доверие вкладчиков. Банкам теперь не доверяю, всю наличность ношу при себе.